Меня зовут Ольга. Приветствую всех, кто хочет окунуться в мир творчества и фантазии и почувствовать, как можно создать свой собственный мир. Да, мы сейчас будем заниматься сотворением мира и создадим свой собственный трехмерный мир с помощью современного инструмента, который называется Unity. Это инструмент, который используют профессионалы по всему миру для того, чтобы в основном разрабатывать компьютерные игры. Но на сегодняшний день этот инструмент уже настолько хорошо развит, что он стал доступен также всем, кто хочет проявиться творчески. Каждый из вас может выбрать способ просмотра данного видео, либо просто смотреть и принимать во внимание то, как используются современные инструменты, либо пытаться вслед за мной повторять и в упомянутой среде в Unity создавать свой собственный мир. Для того, чтобы было удобнее, я разобью этот урок, назову его уроком на небольшие относительно части и потом соберу их все в один плейлист. Дополнительная информация, ссылки будут размещены под данным видео, а мы начнем. А начнем мы с рассмотрения примера. Для того, чтобы всем вместе можно было размышлять о том, что мы делаем, какие наши цели, чего мы хотим достичь. И когда вы будете пробовать делать самостоятельно свои миры, то, конечно же, надо сначала подумать о том, что вы хотите, чтобы в этом мире было. Какие объекты, как они должны быть размещены, как оформлены и прочее. Меньше слов, больше дела. Я взяла пример, ссылку на него я тоже размещу под видео и какие-то технические детали, возможно, запишу отдельными уроками. А сейчас наша задача просто воспроизвести этот пример. Но для того, чтобы его воспроизвести, мы сначала с ним познакомимся. Итак, открыт у меня проект. Он открыт в среде Unity, о которой я пару слов сказала. И здесь мы видим, что у нас есть некий пейзаж, некий сюжет. И я могу, находясь в редакторе этого мира, немного от него удалившись, рассмотреть его с высоты. Да, это небольшой фрагмент, но издали он кажется небольшим. А когда мы приблизимся и погрузимся в этот мир, мы убедимся в том, что не такой уж он и маленький. И мы видим, что у нас есть здесь какие-то горы. Вот сейчас я его немножко разверну. Есть лесные насаждения, есть камни, есть трасса. Это фрагмент, как я уже сказала, для игры, для гонок. Есть какие-то более мелкие объекты. Есть мост. И здесь еще размещены трава, вот красивая. Вода. Мы сейчас запустим проект и увидим, что это настоящая вода. И какие-то другие объекты, детали которых мы будем постепенно в процессе уточнять, рассматривать. Потому что полную детализацию, вот нарисована дорога, конечно же мы воспроизводить не будем в этом видео. Поскольку это может занять очень много времени. И заранее скажу, что я специально взяла пример для того, чтобы не тратить время на создание каждого отдельного объекта. Мы будем брать эти объекты готовыми. И будем исходить из того, что для того, чтобы собрать вот этот вот замечательный мир, у нас уже есть заготовки. Ну а о том, как они делаются, это тоже отдельные технологии. Тоже это делается в специальных редакторах, в том числе кое-что делается и в Unity. Кое-что делается, например, в таких системах трехмерного моделирования, как, например, 3D Max или Maya или еще какие-то другие известные, возможно, вам. Есть бесплатные пакеты тоже, менее профессиональные, но не менее продвинутые. Итак, вот наш мир. Сейчас мы запустим этот проект на выполнение и пройдемся по нему, как будто бы мы в нем находимся, внутри этого мира. От персонажа, так называемого персонажа, от первого лица. Вот я запустила. И сейчас я внутри мира нахожусь. Я могу его осмотреть. Теперь у меня мои возможности ограничены, поскольку я нахожусь вот на поверхности этой трассы. И, конечно же, я могу перемещаться. Пока просто пешком. И видеть этот мир примерно так же, как мы видим мир, в котором мы живем. Реально окружающий нас мир. Я могу подпрыгивать, опять же, поворачивать, смотреть в разные стороны. Ну и долго я ходить не буду, иначе мы увлечемся процессом игры, изучения этого мира. А наша задача этот мир создать. Для тех, кто впервые видит эту среду разработки и, возможно, не имеет никакого абсолютно опыта по работе с такого рода инструментами, сразу скажу, не бросайте смотреть это видео, поскольку оно рассчитано именно на тех, кто только начинает. Если вы захотите просто погулять по этому миру, то так же под видео будет доступна ссылка на архив, в котором этот проект собран в исполняемый файл. Вы сможете его запустить на своем компьютере и с удовольствием прогуляться по этим пейзажам и посмотреть по сторонам. Так же, чтобы быстрее и удобнее нам было трудиться, сотворять свой собственный мир, мы будем опираться на существующий проект, тоже архив на него будет вам доступен. Вы можете его распаковать, открыть в Unity, и мы будем просто создавать новую сцену. А в Unity есть такое понятие, как сцена, сын по-английски. Мы здесь находимся на самом деле на сцене, перемещаемся, мы с ней работаем и ее создаем. И мы сейчас создадим новую чистую сцену и на ней воспроизведем вот этот мир. Ну, либо создадим что-то похожее, возможно, что-нибудь придумаем свое, либо у нас получится, конечно же, не точно так же, как здесь создавал кто-то до нас. Но мы будем использовать все те же инструменты, которые использовал автор данного проекта. И также будем использовать некоторые компоненты, которые в этот проект входят. И они уже здесь, в этом примере, есть. И нам не надо будет их как-то специальным образом загружать. Итак, создаем новую сцену. Для этого есть пункт меню File, New Scene. И видим, что мы попали в абсолютно чистое пространство. У нас здесь ничего нет. На самом деле кое-что есть. У нас есть камера. Я сейчас к ней приближусь. Вот она. И у нас есть источник света. Собственно, то, что всегда есть в начале мира, когда мы его создаем в Unity. С чего же начать? Для того, чтобы было понятно, что нам необходимо делать, я посмотрела на этот мир с высоты, как бы сверху. И сделала вот такой вот отпечаток, где мы видим своеобразную карту. Где что размещено, где у нас водоем, где у нас трасса, где у нас какие-то горы, деревья, вышки, камни. И вот это все мы сейчас будем воспроизводить. Я буду подсматривать на эту картинку и почти то же самое пытаться делать. А делается это все на основе одного объекта, который в Unity называется Terrain, или по-русски Landschaft. И сейчас мы будем как раз таки создавать ландшафт. Для того, чтобы это сделать, мы выбираем пункт меню Game Object. 3D Object, поскольку мы работаем с 3D миром. И, возможно, самые любопытные увидели, что есть 2D. Да, можно создавать и двумерные миры. Но это отдельная тема и, возможно, будет тоже отдельный такой же урок, такое же видео по созданию двухмерных миров. Итак, мы берем объект Terrain, Landschaft. И получаем вот такую достаточно странную картину. Вот он у нас, такой вот мир. Пока еще ничего нет, он абсолютно белый, абсолютно плоский. Кто-то удивится, возможно. Но такой он изначально есть. Мы можем на этот мир посмотреть тоже сверху, выбрав вот эту координату. Координату Y. Y – это координата вверх. И вот у нас здесь вот такая заготовка. Почти такая же, как на нашем отпечатке карты вида сверху. Для того, чтобы воспроизвести в точности этот мир, нам нужны еще какие-то размеры. Ну и можно ориентироваться вот по этим клеткам. Это как раз-таки координатная сетка. И здесь у нас раз, два, три, четыре, пять на пять таких квадратов. На пять, пять на пять юнитов. Это так называемые юниты. Здесь мы можем тоже подсмотреть. Немного видна эта сетка. Здесь тоже раз, два, три, четыре, пять. Но уже шесть. И еще с запасом где-то примерно семь таких юнитов. И, наверное, по горизонтали тоже. Чтобы не ошибиться, мы можем заглянуть в наш пример. Вернуться на ту сцену, которую мы только что фактически закрыли, создав свою сцену. И посмотреть, какие там заданные размеры. И здесь на нашей сцене задать точно такие же. Ну, для начала эту сцену я сохраню. Хоть что-то я уже здесь сделала. И я вижу, что она у меня не сохранена по вот такому индикатору звездочка. И здесь тоже в заголовке окна тоже мы видим звездочку. То есть у нас сцена не сохранена. Чтобы ее сохранить, мы просто выбираем пункт меню File, Save Scene, Сохранить сцену. И сохраняем сцену в нашей папке, которая отображается прямо здесь. Ну, так ее и назовем. 3D мир. Можно, в принципе, написать по-русски. Но, как правило, в профессиональных пакетах пишут по-английски. Поэтому я пишу 3D World. И сейчас открою ту сцену, которая у меня была в качестве примера. Она у меня здесь есть. Вот эти вот панели, их можно переразмещать. И в это окно мы будем достаточно часто обращаться в окно Project Project. И в папочке Assets. Assets – это все составляющие проекта. Мы будем сюда заглядывать достаточно часто для того, чтобы выбрать все или иные компоненты для нашей сцены. Вот первая сцена у меня называется вот так, Start Lesson. Начало урока. Вот мы ее загрузили двойным кликом, просто выбрали. Здесь у меня уже остался вот такой вот вид сверху тоже. Для того, чтобы вернуться в другое размещение, вот мы можем просто щелкать мышкой по координатам. И затем, если мы зажимаем колесико мыши, то мы вот таким вот образом переразмещаем свой взгляд. А если нажимаем правую кнопку мыши, то мы можем еще и поворачивать в разные стороны. Если мы крутим колесико мыши от себя, то мы приближаемся. Если его на себя крутим, то мы удаляемся от мира. То есть вот так мы можем рассмотреть. Это небольшие такие тонкости использования инструмента, чтобы вы могли здесь спокойно ориентироваться. Итак, наш вот этот вот ландшафт. Я могу просто его на сцене выбрать. Каким образом? Вот я могу, в принципе, кликнуть мышкой по любому объекту. И вот он так вот подсвечивается. То есть вот я подсвечиваю камни. Подсвечиваю, пытаюсь деревья. Но деревья являются частью ландшафта. Я это заранее знаю. Вот сейчас я выделила воду. И, возможно, вы успели заметить, что здесь тоже что-то как бы подмигивает. Например, вот я выделила камень. Вот выделился вот этот вот объект. Это конкретно вот этот камень. Если я кликну мышкой по непосредственно ландшафту, то есть по той части, где у меня точно нет никаких более мелких деталей, то у меня выделяется именно ландшафт. И здесь он называется Lake Terrain. Легко сориентироваться. Вот он этот ландшафт. Где его настройки и как с ним работать. Настройки для каждого объекта находятся в панели инспектор. Возможно, ваши панели размещены несколько иначе, но я сделала именно так, чтобы мы могли видеть весь мир. Поэтому у нас здесь такие две вкладки. Иногда они размещены рядом отдельными панелями. И не надо переключаться. Но в данном случае, я думаю, что так удобнее для записи урока, поскольку окно у меня тоже ограничено. Итак, мы выбрали свойства нашего ландшафта. И здесь, если мы нажмем на вот эту шестеренку, настройки, мы можем найти размеры. Вот размеры ширина и высота. Это у нас, точнее, ширина и глубина, условно говоря. Потому что высота – это своя третья координата по высоте, то есть по координате Y. А вот у нас здесь 700 и 700. Вот эти две цифры нас интересуют. Два числа 700 на 700. Это будет у нас как раз размер нашего тирея на тот, который здесь в этой сцене есть. Ну что, вернемся к нашей сцене 3D World. И зададим параметры нашего ландшафта. Вот я его тоже выделила мышкой. У меня здесь все сдвинулось, поскольку я уже на той сцене походила. И настройки остались, поскольку это все в одном проекте. И вот здесь уже тоже выдавлены параметры. В иерархии вот наш тиреян, он так называется. Мы можем его не переименовывать. Но если кто-то хочет, можно это сделать здесь, кликнув мышкой вот так вот аккуратненько два раза. Либо в инспекторе заголовки тоже можно переименовать и потом нажать клавишу Enter. Я пока это делать не буду, необходимости нет, поскольку тиреян у нас один. Итак, перехожу в настройки и вот задаю. Вот здесь у нас оказывается 500. Я задаю 700 и 700. К сожалению, мышь моя работает не очень хорошо, поэтому приходится иногда несколько раз кликать мышкой. И вот я вижу, что если я сейчас посмотрю на него сверху, то уже по размерам у нас практически то, что необходимо. Ну не практически, а действительно то, что необходимо. Что теперь нам необходимо сделать? Посмотрим на карту сверху. Здесь у нас все окрашено. И я предлагаю делать именно сначала с того, что мы нанесем так называемые текстуры. То есть мы сделаем вот этот вот вид сверху, чтобы здесь было все нарисовано сначала. А потом мы будем уже изменять, собственно, высоту элементов, то есть сделать какие-то возвышенности, чтобы уже действовать по карте, а не на белом пространстве и ориентироваться соответственно. Итак, нам необходимо, я уже сказала, нанести текстуры. Вот эти цвета, это так называемые текстуры в компьютерной графике. Где нам их взять? Эти текстуры уже у нас есть в примере проекта. И, как я говорила недавно совсем, мы будем использовать то, что здесь имеется. Ну, а если вы создали новый проект, свой какой-то уникальный, вам потребуется сюда загрузить эти самые текстуры. Это небольшие картинки, на которых изображение какого-то фона есть. И они распределяются на объекте, в данном случае на террине. Но как, опять же, эти все картинки загружать, это отдельная тема. Мы сейчас не будем снова же опять тратить на это время. Все наши компоненты для нашей трассы находятся в папке Racetrack Lake. Эти я пока сверну, они нам не нужны. И мы найдем сейчас, где находятся наши текстуры. Для этого есть специальная папка текстуры. И сейчас мы попробуем сориентироваться, что здесь есть. Вот они здесь есть уже. И опять же, если мы изучаем какой-то проект, то логично посмотреть, какие там текстуры наложены на тот террин. Но, скорее всего, там как раз вот эта вот трава. И она является основной. С нее мы как раз-таки и начнем. И я вижу, что есть еще дополнительный элемент. Так называемая карта нормали. Для того, чтобы было более реалистичное трехмерное изображение. Для вот этой травы. Вот есть Grass, а есть Grass N. Вот эти вот два элемента нам нужны для нашего террейна для начала. Итак, вернемся к нашему террейну. Выделим его. В инспекторе найдем. И для того, чтобы добавить текстуру и начать уже рисовать, есть специальный инструмент рисовать текстуры. Теперь мы его выберем. И добавим текстуру, нажав на кнопку Edit текстуры. Добавить. И здесь мы должны задать вот эти вот два элемента. Вот, собственно, текстура и карта нормали. Мы уже посмотрели, где они размещены. Вот наша текстура. Можно просто перетащить вот так вот. И нормаль. И нажимаем кнопку Add. Но кнопка Add здесь вот она подсвечена серым. Не функционирует. Почему это происходит? И здесь есть подсказка, что текстура с нормалями должна быть импортирована как Normal Map. И, по всей видимости, все-таки разработчики эти нормали не размещали. Я вместе с вами изучаю этот мир, специально, чтобы было видно, как это происходит. Заранее долго его не изучала. И сейчас мы эту обложность разработчиков подправим. Итак, у нас вот есть это Normal Map. Мы ее выделим. И в настройках, собственно, этого компонента выберем тип текстуры Normal Map. Вот так. И сейчас будем надеяться, что у нас все получится, если мы ее заново перенесем. Пока не получается, потому что надо, конечно же, нажать еще на кнопку Apply. Вот, применилось. И мы видим, что у нас появился такой достаточно черный экран. Это как раз-таки уже вот этот Normal Map импортированный. Попробуем сейчас ее сюда разместить. И, к сожалению, результат тот же. Пока мне сложно понять, в чем проблема. Поэтому мы просто уберем этот Normal Map. Видимо, у разработчиков тоже не получалось что-то. И они оставили так. Но, к сожалению, в готовых и бесплатных примерах такое встречается сплошь и рядом. Поэтому, чтобы у нас здесь не было ошибки, мы пока обойдемся без карты нормалей. У нас будет менее реалистичное 3D. Но я думаю, что у нас оно вполне устроит. Нажимаем на кнопку Select. И у нас открывается окошко, в котором мы можем выбирать другие элементы. Вот это как раз Grass N, который я пыталась добавить, но почему-то не получилось. Мы выберем нам ничего. То есть, чтобы ничего не было. Вот теперь у нас кнопка Add функционирует. Нажимаем на нее. И видим, что у нас все покрылось одинаковым цветом. Мы проверим, похоже это хоть немного на то, что мы видели в примере. Похоже, но не очень. Потому что у нас пока со светом чуть-чуть не так все. Но, в принципе, если присмотреться, то тоже вот есть такие небольшие детали. Это копия экрана, поэтому не очень четко мы это все видим. Но здесь вот как раз таки тоже трава изображена. Если мы приблизимся, то, в общем, мы как раз эту траву видим. Мы будем считать, что пока нас это устраивает. В такие моменты всегда так и хочется поискать, может быть, какую-то другую текстуру с более красивой травой. Уже включается некое творческое мышление. Вы тоже можете со своим проектом экспериментировать как захотите. Но пока мы это делать не будем для того, чтобы не тратить эфирное время. И сейчас мы сделаем тоже небольшую хитрость для того, чтобы все-таки знать, какие здесь еще нужны текстуры. Мы перейдем обратно к стартовой сцене и те же самые текстуры сюда разместим. Опять же, я сохраню сначала сцену нашу. Перейду в окно ассетов и загружу стартовую сцену. Выделю террин. И здесь уже выбран этот инструмент. И видим, да, действительно, вот эта трава. Вот изображение камней. Еще какие-то земляные поверхности. И, видимо, это песок. И сейчас можно, в принципе, ориентироваться по текстурам вот так. Edit текстур смотреть. Ну, вот уже здесь небольшие превью. Окошки предпросмотра. А мы можем, вот еще для примера. Вот здесь вот я вижу нормали добавлены. Ну, буду разбираться, что у меня почему не пошло. Возможно, все еще так же связано с тем, что этот проект разрабатывался в более старой версии пакета Unity. А сейчас я работаю с почти самой новой версией. И, возможно, что-то с форматами они подправили. Будем разбираться. Ну, а сами текстуры. Сейчас мы посмотрим чисто внешне, визуально. Где у нас поверхность камней для наших гор. Вот она. Как раз написано, что это стена горы. Это для камня. Нам это не нужно. Значит, мы берем вот это. Берем, где наша земля. Берем вот эту землю. И еще песок. Песок, видимо, вот этот, скорее всего. Другого пока не вижу. Ну, да, видимо, он. Будем их брать. И так, вернемся к нашей сцене. Выбираем террин. И точно так же, как мы только что добавляли текстуру травы, мы добавляем текстуры, которые нашли. Кликнула двойным кликом. Вместо того, чтобы перетащить горную поверхность. Но пока с нормалями не буду тратить время. Поскольку кликнула двойным кликом, у меня активизировалась текстура. Приходится опять выделять террин. Вот появилась текстура здесь. И добавляем еще одну текстуру. Точнее, две. Земля. Тоже вот клейкою выделяю. Но ничего страшного. Можно опять выделить террин. И, по всей видимости, все-таки этот песок я его добавлю. Не совсем этот, но ладно, пусть будет. Наверное, это асфальт. Да, это асфальт для трассы. А песка, к сожалению, я не вижу. Но будем считать, что нам этого достаточно. Итак, сейчас нам можно включить творческое мышление. Можно попытаться воспроизвести то, что у нас на примере. А именно, вот по этой карте мы должны нарисовать, где у нас какие поверхности песка, камней, земли. Вот земля, такой вот более коричневый цвет, береговая линия. У нас будет как раз вот та земля. И горы. Я сейчас попытаюсь поставить окна рядом. И немножко сдвину из окна записи. Я думаю, что вы мне поверите, что я делаю что-то похожее. Чтобы мне было удобнее работать. Примерно так. А здесь увеличу. Частично вы видите. Вот я буду воспроизводить. Итак, у нас для того, чтобы нарисовать вот эти вот поверхности гор, камней, нам нужна уже другая текстура. Мы должны ее вывелись. И вы видите, что подсвечивается синим цветом. Выбираем вот эту вот поверхность. И здесь тип кисти. Кисти, ну, прям как в листовании. Сейчас просто будем рисовать на самом деле. Значит, какую я выберу кисть. Ну, вот эта вот более такая с четкими краями. Не всегда она хороша. Хотя надо смотреть, как там нарисовано. Возможно, края и четкие. Но, как правило, на склонах гор есть камни. И немножечко на этих камнях есть трава. Соответственно, у нас должен быть край такой немножко размыт. И поэтому выберем кисть, которая с размытыми краями. Ну, и пока попробуем с теми настройками, которые есть. Будет ли у нас все это рисоваться. Итак, я выбрала текстуру камня. И сейчас попробую воспроизвести ее. Вот я рисую. И вижу, что размер кисти немножко не тот. И получилось у меня совсем не то, что у авторов. И я возьму снова текстуру травы вместо текстуры камня. И зарисую заново все травой. Ну, фактически я как будто бы работаю ластиком. Но, поскольку текстура травы основная, я просто перекрашиваю. Вот так вот беру и перекрашиваю. Но мы видим, что появляется какая-то все равно. Вот я сейчас приближусь. И вот не все стерлось. То есть получилось, что одна текстура наложилась на другую. Надеюсь, на записи это видно. С чем это связано? Это связано с тем, что есть различные настройки кисти. И в данном случае нам необходимо подкорректировать настройку силы нажатия, что ли, кисти. Как это тут же перевести? Поскольку здесь стоит число меньше единицы, то получается, что мы не полностью все закрашиваем. Если мы поставим единицу, то вот полностью более такой четкий. Вот мы сейчас все закрасили. Постепенно некоторые другие настройки кисти я буду тоже рассказывать. Итак, мы исправили то, что нам не нравится. Сейчас я возьму, видимо, все-таки кисть вот эту с более размытыми краями. И еще есть параметр размер кисти. Сейчас я попробую для теста нарисовать что-то. И вижу, что ничего не рисуется, поскольку я не выбрала нужную текстуру. Сейчас начну рисовать. И вот у меня очень толсто все получается. И вот даже когда я сильно долгое держу, вот как бы размножается, чуть-чуть сдвигаю и смещается. Получилось не очень. Сейчас я просто сделаю анду. Отменю все действия. Это связано с размером кисти уже. Вот я сейчас сделаю поменьше размер кисти. Мне такая толстая не нужна. А здесь отображается всегда одинаково. И просто, ну, видимо, такие настройки. И вот сейчас что-то похожее происходит. Уже почти нужный размер. Все-таки немножко меньше сделаю еще, чтобы было аккуратнее. Но даже вот сейчас, когда меньше, да, лучше понемногу вот так вот рисовать. Все равно мы видим, что выглядит это как-то немного не так, как даже на превью. В чем это заключается? Это заключается в том, что вот это все изображение, оно такое, поскольку текстура – это квадратики. И вот эти вот квадратики, они присоединяются друг к другу. Ну, примерно так, как вот когда мы приклеиваем Настину обои, они совмещаются определенным образом. И при совмещении мы получаем такую не очень приятную рябь. Это связано с настройками уже размножения самой текстуры, а именно с размером того квадратика, которым мы манипулируем. То есть, как много этих квадратиков получается. Если они маленькие, то их много, а если они большие, то их меньше. Но тогда изображения могут лечь друг относительно друга более аккуратно. Где это все настраивается? Это все настраивается тоже в панели редактирования текстуры. И вот здесь вот этот вот размер нас интересует. Здесь стоит 15 на 15 по умолчанию. А, видимо, у разработчиков размер был другой. Но сейчас я тогда сцену сохраню. Потом, если что, можно все подправить. И перейду опять, вернусь к сцене с нашим примером. И подсмотрю настройки текстур на этом тиране. Опять его выбираю. И смотрю, вот у меня эта текстура. Редактирование. И видим, что размер 30 на 30. Ну и заодно, мне любопытно посмотреть траву, раз уж мы ее нарисовали. А здесь размер 10 на 10. Тоже отличается от того, что по умолчанию ставят Unity 15 на 15. Сейчас мы вот эти размеры изменим. Вернемся к нашей сцене, уже к нашему проекту. Выделяем тиреи. И редактируем текстуры. Значит, для травы у нас 10 на 10. Вот я уже поставила. А для камней 30 на 30. И вот видим, что сразу практически изображение уже выглядит несколько иначе. То есть камень более такой крупный. Немножко другой оттенок. Опять же, потому что у нас нет возвышенности. У нас свет еще пока не настроен. Но по рисунку, я надеюсь, вы видите, что мы практически попадаем. Либо еще попробуем сделать небольшую вот эту вот степень нажатия кисти меньше. Тогда получится, что текстура камня немножко смешается с текстурой травы. И будет более такой разреженный цвет. Я тогда, видимо, это отменю. А, у меня уже была сохранена сцена. Поэтому ничего я отменить не могу. Ничего страшного. Я выберу заново текстуру. И травой. Большую кистью опять все зарисую. Ничего страшного. Не так много. Это в начале всегда происходит. И сейчас возьмем силу нажатия немного меньше. Ну, вот так примерно. Я думаю, что будет ближе цвет. Да, уже более приятный я вижу. Он тоже не такой резкий. Вот, по-моему, получается вполне удовлетворительно. Ну что, сейчас надо немножко порисовать. И я, видимо, буду рисовать и делать запись потом ускоренную. Для того, чтобы сейчас ничего не придумывать, а просто попытаться воспроизвести то, что здесь у меня на примере. И по времени вижу, что эта часть урока уже достаточно длинная получилась. Поэтому в следующей части мы будем работать уже с другими инструментами и продолжать улучшать наш мир. То есть в этом уроке мы только нарисовали текстуры травы и камня для возвышенностей. До встречи в следующей части. Субтитры сделал DimaTorzok